Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Олеся, и я рада приветствовать вас на моем канале. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Для меня это очень важно. Мне очень важна ваша поддержка. Сегодня я показать вам хочу результаты сегодняшней работы. Смотрите, вот здесь у меня генофондовские мои курочки. Там две котлеровских и мини-мясные. Вот, смотрите, мы сделали сеточку, потому что дверь в сарай у нас открыта. Сеточку мы сделали, потому что курочки перелетают и выходят, гуляют в огороде, во дворе. Это чревато у нас собаки, которые все-таки могут курочку обидеть. Что мы сделали, смотрите. Без всяких каких-то, знаете, особенных наворотов сделали вот так сетка. Отворачивается вот сюда у нас. Видите, все по-простому. Простая, мягкая, пластиковая сетка. И заходим. Открываем, заходим. Сегодня много здесь я провела времени. Побелила. Все, теперь у нас выбелено все. Они еще не высохли, поэтому вот такие темноватые. Где-то пятна, где-то еще просто не высохла. Где-то еще... В общем, побелочка досохнет и все будет беленькое-беленькое. Смотрите. Сделал мне сын. Вот таких два гнезда закрепил. Просто ящики присверлил, настелили. Вы знаете, очень даже неплохой вариант. Простые фруктовые ящики, пластиковые, хорошо служат. Видите, тут тоже все выбелено, вычищено. Водичка желтенькая. Потому что купили мне гоматоник. Купили гоматоник. Как я и говорила, витаминками я этих ребят решила пропоить. Вот, смотрите, тыква. В тыкву я насыпала зерно. Тыква большущая. Они уже много выели. Не хочу дополнительных кормушек ставить, поэтому просто взяла и в тыкву насыпала зерно. Видите, здесь вот гранула. Кормушечку я ставлю. Я всегда молодочкам даю гранулу. Гранула без добавок. Не надо бояться вот этих гранул. Гранула, ее плюс, огромный плюс в том, что там комбинировано зерно. Разные виды зерна, они перемолоты. И биты спрессованы в гранулы. Если курочке просто давать дробленку, она выбирает то, что повкуснее. А то, что другое, и менее вкусное, но не менее необходимое для нее, для курочки, она будет оставлять. Поэтому гранула это очень даже неплохой вариант. Если бы была у меня возможность, я бы себе купила гранулятор и делала бы эту гранулу сама. Вот. Ну, это очень дорогое удовольствие, поэтому приходится просто покупать. Покупаем простую курскую гранулу без добавок, без всяких там химических различных там антибиотиков. Там нет ни антибиотиков, нет никаких добавок, прикормов, премиксов. Просто дробленое зерно сгранулировано, спрессовано и больше ничего. Очень хорошая, очень удобная вещь. Здесь у меня подстилка уже начинает накапливаться. Здесь мы будем обязательно делать бактериальную подстилочку. Здесь уже высыпано 5 мешков. Вот здесь вот на этой подстилочке. Здесь уже 5 мешков, 4 мешка, как ее, щепы, не щепы, а, боже мой, забыла. В общем, мешок опилок и мешок стружки. Вот. Стружка перемешка с мелкой-мелкой щепы березовой. Вот, видите, ближе вам показано. Чистая, она сухая, сухая. В общем, здесь 4-5 мешков общей сложности. Вот. Заполнять буду много. Бактерии буду заводить. Я обязательно все покажу и расскажу, какие бактерии я пользуюсь. Где их брала и как я их запускаю. Уровень будет высокий. Вот там уже кирпич закрыт полностью. Еще 2 кирпича будут закрываться. Сразу бактерии нельзя заводить. Нужно сначала сформировать эту подстилку глубокую. Так, чтобы в ней уже был куриный помет. Потому что, когда мы заведем бактерии сюда, внесем, бактериям нужно будет чем-то питаться. Питаются они, естественно, продуктами жизнедеятельности птицы. Вот. Поэтому в подстилке уже должен быть помет. Поэтому постепенно, постепенно мы будем подсыпать, подсыпать, наполнять выше, выше, выше. До необходимого уровня. Чем больше уровень подстилки, глубже она будет, тем больше она будет греть. Вот. Это очень важно. Важный нюанс. Не глубокая подстилка, она не будет греть. Но она будет работать. Это не значит, что бактерии не будут работать. Они также будут нейтрализовать запах. Они будут также перерабатывать помет. Но они не будут греть. Вот. Поэтому вот такой нюанс. Сначала мы будем накапливать. Сейчас у нас еще только... Ну, почти середина сентября. У нас до мороза еще очень долго. В течение месяца мы будем формировать подстилку. А потом я закажу бактерии. Придут они, и я покажу, как я буду все это делать. Поэтому все, кому это интересно, кто хочет попробовать, начинайте готовить сейчас подстилку. Постепенно подсыпайте, формируйте слой. Я не советую подстилку делать на соломе или на сене. У нас был нехороший опыт. Мы у мамы заводили бактерии. Именно вносили в подстилку из соломы с сеном. Перемешку было. Может быть... Не знаю, может быть, кто-то где-то упустили, или ошиблись, или что-то неправильно сделали. Но вонище стояло неимоверное. Сено и солома просто начали гнить. Вот. А вот именно опилки, они работают. Работают как нужно. Бактерии работают в них хорошо, тепло. И сарай, в сильные морозы, вот эту зиму нам не было необходимости топить. У нас здесь перепелки зимуют. Было очень хорошо, очень тепло. Ну вот, смотрите. Показываю. Маленький обзор. Окошко я не помыла еще. Но сегодня все почистила, побелила. Оно вот видно еще, видите, где-то сыровато. Окошко, вы знаете, я вспомнила, у меня есть краска, водоэмоционка старенькая. Я, наверное, возьму и вот это вот все помою. Вычищу все. И вот это вот деревено покрошу еще водоэмоционкой. Зачем я белю побелка? Белю я известью. Покупаю известь пушонку простую, дешевую. Я вам покажу все пакеты. Это известь. Вот они, мои красавцы. Развожу с водой и выбеливаю. Что нам это дает? Во-первых, такое известкование, оно частично убирает различных паразитов. Улучшает бактериальный фон. То есть пагубную микрофлору тоже, ну, подавляет, гибнут бактерии вредные. Потом это профилактика различных грибков и плесеней. На извести не будет ни грибки развиваться, ни плесень. Это тоже важно. На мой взгляд, после того, как я пробеливаю все, мне кажется, улучшается даже вот как атмосфера воздуха в птичнике становится, кажется, он чище, приятнее. В общем, я вижу только плюсы. Это одна сторона побелки, а другая сторона, вы знаете, визуально, во-первых, эстетически намного красивее. Вот смотрите, как он выглядит, курятничек. Такой чистый, ухоженный, аккуратный, когда он выбелен. Забеливается где-то какая-то грязь, потому что у нас доска. У нас просто в сарай сложена спиноблока. Частично, видите, вот на определенный уровень. Вот оштукатурено. Выше мы не штукатурим, выше я просто обметаю все это. Паутина, пыль. Все это я там обметаю, убираю. Но столько, что могу достать, я пробеливаю. Конечно, лучше пробелить выше. Ну, честно сказать, не хватило бы у меня сегодня сил выбелить до самого потолка. Но там время покажет. Будем посмотреть, как говорят. Выбеливаю все. Даже вот видите, там внизу кирпичики. Даже их я выбеливаю. Они хоть и засыпятся все это, но выбеливаю все-таки меньше будет грибка, плесени. Это все будет только в плюс. Выбеливаю также вот, видите, курашес. Тосточка, видите, она беленькая стала. Тоже она выбелена. Лесенка. Выбелена, но она мокро. Обелила ее в последний начальник. Выбелена дверка. Все выбелено вот абсолютно везде. Везде, везде, где только можно достать. Я все пообелила. Эстетически красиво. А еще один тоже немаловажный плюс. Это становится намного светлей. Вот в курятнике, где выбелено, в сарае. Ну, чистая физика отражает белый свет. Белый цвет отражает свет. Не поглощает. И намного светлее. Вот я выключила свет. Подсвечиваю окно. Грязное. Нужно подсвечивать все-таки. Ну, и они так поактивнее, когда у нас больше света им. Вот так вот. В общем, вот так. Еще маленький нюанс. Когда я развожу известь в пушонку, это гашеная известь, я ее развожу и туда добавляю еще немножечко аммиак. Нашатырный спирт. Просто нашатыря немножко подливаю. Не могу сказать пропорции. Просто наглазлинула немножко. Это профилактика перопухоеда. Все-таки то, что в стенах где-то, если есть личинки отложены, каких-то клещей, перопухоедов, все это постепенно уходит, погибает. В общем, я создаю для этих паразитов и насекомых очень некомфортные условия. В общем, такие плюсы. Плюсы побелки. Я вам объяснила, зачем я это делаю. А вот то, что я хотела вам сегодня показать, рассказать. Смотрите, капусту мы кушаем, склевывают. Видите, даже не справляются. За два дня не доели. Тыква. Половина тыквы большая. Тоже еще всю не выели. Зерно, немножко гранулы. Приносила травку. Травку подобрали всю. И водичка с витаминками. Витаминки гомотоник. Витаминками пропою несколько дней. У меня маленькая бутылочка, 10 мл. Ее хватит на 5 дней где-то. Вот на 5 дней я их и пропою. Вот той моей курочке, которая подружка самая маленькая. Я знаете, что еще даю? Это мой такой эксперимент. Каждый день я даю ей по витаминке ревит. Прям в клюв принудителя заставляю проглотить витаминку. Ну, посмотрим. Уж очень-очень я ее люблю. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки. Еще раз вас прошу. Для меня это важно. Заходите. Не забывайте обо мне. Подписывайтесь. Всем большое спасибо. Спасибо.